В России с самого утра, ну совсем неспокойно. В ночь с понедельника на вторник, 12 марта, представители Легиона «Свобода России» русского добровольческого корпуса и сибирского батальона, являющимися гражданами России, но воюющими против режима Путина, зашли на территорию Курской и Белгородской областей. В течение дня в Белгородской и Курской областях три российских батальона ведут бои с силовиками и армией России. На официальном канале российского добровольческого корпуса было опубликовано видео, где танк прорвал оборону государственной границы России, однако не отметили, о какой именно области или территории идет речь. Также один из легионов заявил, что село Теткино Курской области полностью под контролем так называемых российских освободительных сил. По их данным, путинская армия стремительно покидает поселок, оставляя позиции и бросая тяжелую технику. Но некоторые же российские военные жалуются, что их бросили. Вот, например, несколько военных из Белгорода обратились к кадыровцам, ведь те, услышав первые взрывы, сбежали куда подальше. Так что брошенная и опущенная по духу российская армия послала куда подальше Кадырова и его ставленников. Мы бойцы русской армии, хотим обратиться к чеченцам, а в частности это касается Рамзана Кадырова и ставленника его в Белгородской области, Рустама Агуева. Слушайте, вы как будто потерялись в России. Вот вы такие гордые чеченцы, хуё моё. А как пришло время работы, так слились на... Вы полгода простояли тут в школе. Вас местные называют чеченские свиньи, потому что живете как в хлеву. Кадыров! Существующие животные. Кадыров, если не отвечаешь за свой базар, забирай свои свиньи и уехай. Ты, вы хуже чем бабы, от баб трогу больше мне. И да, Агуев, увижу тебя, завалю, пидораса, клянусь. Спасибо за внимание. Такова она дружба с тикток батальоном. А вы что думали? Сейчас инициатива в приграничных областях России находится на стороне Свободы России и других батальонов. По словам бойца легиона Алексея Барановского, российская армия не ожидала сегодняшнего прорыва, поэтому не имела достаточного количества живой силы на этих территориях. В тех местах вхождения, собственно, войск было мало, и они не ожидали этого. Поэтому, собственно, они пять лет отступают, и инициатива находится на стороне силы освобождения. Барановский также говорит, что местные жители прячутся сейчас в подвалах, потому что армия России уничтожает их дома. Что касается местных жителей, ну, они поступают наиболее разумным образом. Они просто прячутся в подвалы, и это то, к чему мы их призываем, потому что мы не хотим, чтобы мирные граждане страдали. Это путинская армия постоянно наносит удары на территорию Украины по жилым массивам. То же самое мы сейчас видим и на территории Курской области, потому что они вот думают, чтобы где-то там, и начинают туда насыпать из минометов, из артиллерий. Нас уже там нету, ну, уничтожили какие-то жилые дома, которых там считают. То есть они точно так же, как ведут себя на территории Украины, они точно так же относятся и к своему мирному населению. Все в стиле российской армии, но с ними тоже есть свои методы борьбы. Кстати, некоторые телеграм-каналы пишут, что в Белгороде уже идет эвакуация. Ну, а власти Курской области запретили распространять фото или видео с мест обстрелов и прилетов, а также передвижения военных. А еще появилась информация, что в Курске намечается референдум по выходу из состава России. В Теткино появились бюллетени с вопросом о выходе из состава России и образовании Курской автономной республики. Интересно, что будет дальше? Ведь пока что ни Путин, ни кто-то из представителей власти не делал каких-то заявлений. Ждем, а вы оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе самых свежих новостей.